Здравствуйте, на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза, студия Маргариты Капарова. Компания «Союзпромптица» построит в Милюзе элеватор на 25 тысяч тонн зерна и реконструирует комбикормовый завод. Инвестиции составят 535 миллионов рублей. Инициатива входит в пул проектов комплексного развития производства мяса индейки на территории Башкортостана. Ввод объектов в эксплуатацию позволит нарастить выпуск сельскохозяйственных кормов до 200 тысяч тонн в год и создать 50 рабочих мест. Также на 22% увеличить объемы производства мяса индейки. В этом году показатель составит более 36 тысяч тонн. Свою продукцию компания поставляет более чем в 20 регионов России, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья. В Башкортостане она представлена в 618 точках сетевого ритейла. Данный проект осуществляется в рамках другого крупного масштабного инвестиционного проекта по удвоению производства мяса индейки на территории Республики Башкортостан. Мы планируем к 2028 году увеличить производство мяса индейки до 72 тысяч тонн. Акционерами принята стратегия развития предприятия на ближайшие 5 лет. И в рамках данной стратегии мы двигаемся. Предприятие намерено реализовать инициативу уже в 2025 году. В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Цены на бензин за последнюю декаду октября заметнее всего выросли в Якутии на 4%. В Калужской и Московской областях, напротив, немного снизились на 0,1%. Динамику представил Росстат. В среднем по России стоимость бензина на конец октября составила 59 рублей 8 копеек за литр. Дизельного топлива 67,45. В Приволжском федеральном округе показатель 57,19 и 64,31 соответственно. Дороже всего в ПФО заправляются жители Пермского края. Там средняя цена литра бензина доходит до 59 рублей. Дизеля до 67 рублей 64 копеек. В Башкортостане 56,5 рубля и 64,29 соответственно. Самые низкие цены на топливо в округе в Мордовии и Саратовской области. Как рассказали РБКУФА в Институте нефтегазовых технологических инициатив, половина расходов, которые несут российские семьи на содержание автомобиля, приходится на топливо. Эксперты также разъяснили, из чего складывается цена литра бензина. Так, по их словам, более половины владельцы АЗС отдают государству. Налоговая нагрузка составляет от 60 до 69%, что сопоставимо с европейской практикой. Примерно треть стоимости каждого литра – это налог на добычу полезных ископаемых. 21% – это разного рода акции. И 18% – это НДС. Все остальное – это непосредственно стоимость добычи нефти, ее переработки, логистики и так далее. Интересным является факт того, что чистая прибыль владельцев АЗС по разным оценкам колеблется на уровне всего лишь 5%. По данным на 2 ноября в Башкортостане на 80 копеек подорожало зимнее дизельное топливо до 64 рублей 65 копеек. Цены на другие марки с момента последней индексации не изменились. Бывшего замминистра лесного хозяйства Башкортостана назначили главой администрации Гафурийского района. Им стал 42-летний Венер Вахитов. Кандидатуру единогласно утвердили депутаты районного совета. Венер Вахитов родился в Ашимбайе. У него два высших образования. Он окончил юридический факультет Башкирского госуниверситета и Башкирский аграрный университет по специальности лесное хозяйство. Карьеру начал с должности ведущего специалиста в Министерстве образования Республики. Затем работал в Управлении регионального Росприроднадзора. С 2008 года перешел в Минлесхоз. В 2018 он дослужился до должности заместителя министра. В ведомстве Вахитов курировал вопросы использования и воспроизводства лесов, лесоустройства и земельных отношений. Предыдущий глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов объявил о своей отставке 30 октября. Он возглавлял муниципалитет с 2018 года. В 2025 году в Уфе начнут капитальный ремонт трамвайных путей на маршруте номер 5. В текущем году приступают к проектированию. Это необходимо для беспрепятственного курсирования электротранспорта, поставленного в Республику из Москвы, объяснили в городской мэрии. Столичные вагоны требовательны к состоянию верхнего строения путей. Уфимская инфраструктура изначально не была к ним готова, сообщили специалисты. Пришлось устранять неровности стыков, провести выборочную замену шпал. При первой обкатке обнаружились места соприкосновения трамвая с асфальтом, наличие односторонних просадок рельсового полотна. Недостатки оперативно устранили. Всего в Уфу из Москвы должны поставить 69 составов. 9 уже привезли, из них 4 вышли на линию. По словам эксперта в области пассажирских перевозок, коллега Арефьева, на сегодняшний день трамвай – самый экологичный вид общественного транспорта. Со всех сторон, во всех отношениях с точки зрения экологии, ему равных нет. Даже троллейбус генерирует какую-то резиновую пыль-крошку, трамвай не генерирует практически никаких вредных выбросов. Но трамвай – это даже не на порядок, а на несколько более порядков дорогая система, чем автобусы. И вот мы же сегодня, вот в Уфе это очень хорошо можно увидеть, мы ездим на тех трамваях из-за той системы, которую строили десятки лет назад. И она до сих пор жива. Так вот, трамвай – это система, которую, если мы, допустим, сейчас найдем большое количество денег и один раз в нее вложим, это довольно-таки долгую перспективу, хорошими, естественно, экологическими показателями всем остальным. В Уфимской мэрии отмечают, что вопрос обновления подвижного состава электротранспорта остается актуальным. Последний раз пять трамваев закупили в 2012 году. Средний возраст парка составляет 35 лет. Самый старый трамвай – 1972 года выпуска. Всего в Уфе насчитывается 146 составов, но ежедневно на линии работают только около 30 трамваев из-за того, что не хватает водителей. В Уфе проходит мероприятие, приуроченное Дню Народного Единства. В преддверии праздника глава республики Радихабиров возложил цветы к монументу дружбы. В церемонии также приняли участие председатель госсобрания Константин Толкачев, члены правительства, руководители ведомств и администрации Уфы. Монумент дружбы поставили в честь 400-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав русского государства. Памятник заложили в 1957 году, а его торжественное открытие состоялось в 1965 году. Он символизирует собой братскую дружбу русского и башкирского народов. Именно единство нам позволяет выстоять, именно единство делает нас сильнее. Все эти вызовы, угрозы, задачи. Я вообще очень счастлив, что работаю в это время, потому что были вызовы и с ковидом, и с санкционным давлением, и СВО. И мне кажется, и республика все сплотилась. У нас с обществом могут быть определенные где-то разногласия, разные виды развития тех или иных событий, достижения. Но в целом, я говорю, что Башкортостан как никогда за долгие годы един. Праздничные мероприятия продолжились в концертном зале «Башкортостан». Глава региона вручил государственные награды. Ради Хабиров подчеркнул, что в республике на протяжении веков в мире и согласии живут представители более ста национальностей разных конфессий. Башкирские полки участвовали во всех военных походах России. И сегодня Башкортостан с его промышленным и оборонным потенциалом вновь стал надежным тылом. Республика отправила около 140 гуманитарных конвоев в помощь воинам и для восстановления подшефтных территорий в новых российских регионах. У меня все. К этому часу увидимся на РБК. До свидания.